всех приветствую после того как я покидал удилищем волжанка мастер народ пишет что из-за деревьев не видно как работает палка при забросе ребят я не ставился целью показать по большому счету как палка работает при забросе кому это интересно на виде канале у волжанки есть ролик где это все прекрасно видно цель была какая показать что этим удилищем на тех дистанциях что я ловлю да то есть до 35 метров по существу при забросе все палка делает сама да то есть абсолютно комфортный заброс без напряга вот вот в общем то цель была такая сегодня я решил поехать на тот же водоемчик и снять заброс вернее покидать пикером волжанка оптима в длине 2 и 7 тестом 25 плюс дело в том что ну раз 10-15 может я на последней рыбалке ей бросил но катушка была моя старая 4 тысячная я на бэкинг с нее смотал леску то есть там и лески было мало и в общем то особо я ничего толком не ощутил так вот цель какая покидать этой палочкой приноровиться к ней второй момент повесил я катушку свою с про не фрилайнер креста матч фидер пятитысячного размера хоть она по размеру такая же как моя старая 4000 но шпуля на пол сантиметра больше диаметра леска там 028 и посмотреть как себя будет вести палка именно с большой катушкой не будет ли захлестов за первое кольцо все нормально никаких захлестов проблем никаких в общем то вполне себе можно и с большой катушкой ловить этим самым пикером где-то час пролетел незаметно который я провел на водоеме но из них там дошел собрал разобрал может минут 10 один перекур очень минут 40 45 я покидал сколько забросов сделал не считал в начале естественно некий дискомфорт испытывал попробовал покидать у меня была дистанция что-то там заклипсовано там аж под 40 наверно естественно такой палкой довольно тяжеловато потом покидал немножко на дистанции 27 но проблем но я на такой дистанции предпочту взять мастер поэтому в принципе я брал то оптиму для коротких дистанций вот я заклипсовался 20 оборот моей катушки то все тут порядка 20 метров и покидал вначале повторюсь было не очень комфортно нужно было приноровиться к палке но потом уже под конец более-менее как пришло понимание как и что делать и вот там последний может десятых забросов я заснял не буду ничего монтировать вот как кидал да ничего вырезать как кидал как попадал кому интересно можете посмотреть вначале попробовал обычным грубо говоря забросом потом перешел на так называемый маятниковый попробовал делать свис кормушки меньше попробовал делать больше ну какие-то мыслишки появились но пока не говорить рано надо все-таки половить какое-то время чтобы понять влияет ли это на что-то не влияет и как влияет ну вот еще раз убедился что покупка моя правильная палочка изящная легенькая что касаемо строя не лапша и никол то есть ну что-то среднее на не буду там прогрессивные прогрессивные но не параболик точно ну нам все больше грузить не буду до по точности опять забывал приличный ветер на улице плюс 6 а я одет вот так пошел начале было зимковато ну потом немножко согрелся еще раз повторюсь вот эти начальные до впечатления самые положительные во время перестрелки то точно летела кормушка в цель то немножко в сторону там из-за ветра опять же из-за этих вот притирок удилищу вот ну повторюсь ничего резать не стал вот как как попадал так и смотрите но я думаю что немножко половев да еще если ветра такого сильно не будет но я думаю на так вот дистанции проблем с точностью но сейчас у меня быть не должно у виталия колганова есть роли где он кидал и по-моему даже ловился лет и палкой вот кому интересно поподробнее можете зайти посмотреть у него может быть там что-то у него увидите я не знаю ну вот у меня на сегодня все кому интересно смотрим всем пока но Продолжение следует... 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 Продолжение следует...